Вставай, проклятец, запретенный, Весь мир голодных и врагов, Кипит наш разум возрушенный, И смертный бой вести готов. Понятно, какой столетний юбилей революции они нам устроили. Это в подарочек «Стена скорби» от Владимира Владимировича, Пахабные фильмы о кровавых революционерах-большевиках, И, конечно же, ритуальные призывы, снести мавзолей. Что-то там прогнусавило Собчак, что-то пропищало Гордон, Эльгардон. Этот гламурный хор поддержал брутальный Кадыров. Пропела свою партию Матвиенко, которая что-то там сказала, Что надо вопрос о выносе Ленина из мавзолея решать на референдуме. Добрейшая тетка. Каких все-таки разных людей объединяет антисоветизм? И как бы я вот все-таки критически не относился к Геннадию Андреевичу Зюганову, Но надо все-таки отдать ему должное, он на все это как-то ответил. Ну, хоть кто-то что-то ответил. Кадыров, в свою очередь, ответил Зюганову, И между ними произошел интересный такой обмен мнениями. Не буду его полностью воспроизводить, Но мне показалась интересной и важной такая фраза Кадырова. Он сказал, сколько еще поколений тело Ленина должно лежать на Красной площади, Чтобы эго Зюганова было усмирено. Жить лишь прошлым, а в случае Геннадия Андреевича, искаженным прошлым, И не думать о будущем, в котором жить нашим детям, внукам, Безответственно, эгоистично. Все дело сводится лишь к Зюгановскому эгу, только к нему. А скажите, пожалуйста, Рамзан Ахматович, Какое именно будущее вы готовите нашим внукам и детям? И почему этому проекту будущего так мешает мавзолей Ленина? Почему он так категорически в него не вписывается? Ведь совершенно понятно, что не конкретный человек по фамилии Ульянов не вписывается, А весь советский проект, который Ленин олицетворяет. А что такое советский проект? Вот, к примеру, газет «Собеседник», которую нельзя назвать просоветской или коммунистической, Ну, с каким-то скрипом, с некоторой неохотой, пишет. «Собеседник Ру вспомнил важное завоевание большевиков в социальной сфере, Которые современная Россия почти потеряла». На пятом месте. Бесплатная медицина. Как ни крути, а медицинское обслуживание при советской власти было лучше, чем сегодня. Человек не так сильно опасался того, что его попросту бросят на произвол судьбы, Не оказав элементарной помощи, как в современной России. В России учителя хотя бы формально считались элиты общества, Ставились всем в пример. Четвертое. Бесплатное образование. Исключительное отношение коммунистов к средней и высшей школе известно. Власть действительно не жалела денег ни на ликбез, ни на науку, Даже в самые тяжелые времена гражданской и Великой Отечественной войны. В сегодняшней России школьное и высшее образование почти лишили своего статуса бесплатных, А качество падает с каждым годом. Третье. Раздача квартир. Жилье при коммунистах давали. Что и говорить про сегодняшнюю кричащую катастрофу в ЖКХ, Учитывая то, что после начала кризиса 2008 года, Массовое строительство жилья фактически прекратилось. А по данным некоторых исследователей, к 2030 году Россия ждет жилищный коллапс, И чуть ли не половине всего населения придется вернуться в каменный век, в землянки. Первое и второе. Половое национальное равенство. Еще в 1917 году Ленин провозгласил всеобщее равенство и братство. Но самым важным было достижение, конечно, национальное равенство. То рвение, с каким большевики растаптывали даже мельчайшие признаки национализма, Вызывает искреннее восхищение. И это пишут люди далеко не про советских убеждений. Сапки и ватники пишут совсем по-другому. Вот так, например. Я позволю себе напомнить бывшим гражданам Советского Союза, Что в советское время советское государство помогало своим гражданам жить. Поэтому каждый гражданин своей страны имел право на многие, многие социальные блага. Те самые блага, которые гражданам нынешней России даже не снятся. Я напомню их. Вот они. Первое. Право на 8-часовой рабочий день. Второе. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Третье. Невозможность увольнения работника по инициативе администрации или хозяина Без согласия профсоюзной или партийной организации. Четвертое. Гарантированное право на работу, на возможность зарабатывать себе на жизнь своим трудом. Причем выпускники профессиональных учебных заведений имели право на обязательное трудоустройство под трудовому направлению с предоставлением жилья в виде общежития и квартиры. Пятое. Право на бесплатное общее и профессиональное образование. Причем как среднее профобразование, так и высшее. Шестое. Право на бесплатное пользование детскими дошкольными учреждениями, детскими яслями, детсадами, пионерлагерями. Седьмое. Право на бесплатное медицинское обеспечение. Восьмое. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Девятое. Право на бесплатное жилье. Десятое. Право на свободное высказание своих взглядов по всем проблемам современной жизни страны. Одиннадцатое. Право на защиту государства от произвола местных начальников и чиновников. Двенадцатое. Право на бесплатный проезд к месту работы или учебу по индивидуальному оплачиваемому государством произдному документу. Кроме того, женщины имели право на целый ряд дополнительных своих льгот. Первое. Право на трехлетний оплачиваемый декретный отпуск с сохранением рабочего места. Второе. Право на бесплатную патронажную службу ребенку сроком до одного года. Третье. Право на бесплатную молочную кухню для новорожденных до трех лет. И право на бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение при любых детских заболеваниях. И вся задача наших десофитизаторов не в том, чтобы убрать с красной площади тело конкретного человека, а в том, чтобы навсегда похоронить любое воспоминание о советском строе. Одним пакетом с десофитизацией идет поэтапное разрушение социалки. Быдло вместе с детьми и внуками погружает в беспощадную дикость капитализма, не смягченную никакими социальными уступками. Стена скорби идет одним пакетом с ликвидацией больницы. Предложение по софинансированию медицинских услуг, как изящно выразился Владимир Владимирович. А вот заявление Матвиенко о референдуме по выносу Ленина из Мавзолея, ну вот теснейшим образом связано с ее заявлением о необходимости повышения пенсионного возраста. Это один логичный взаимосвязанный процесс. Это одно целое. Это вот такое будущее для наших внуков и детей, о котором говорит, наверное, Кадыров, в котором не будет Ленина и всего того, что Ильич олицетворял. Я вот только напомню один факт, что 29 октября, это вот 11 ноября 1917 года, одним из первых после Октябрьской революции был декрет Совета народных комиссаров о 8-часовом рабочем дне. Это вот то, что делали сразу кровожадные большевики, когда дорвались до власти, чтобы изнасиловать великий русский народ. Попробуй теперь только заикнуться о праве на отдых, на труд, на 8-часовой день, и на тебя посмотрят таким холодным, леденящим взглядом. Да как ты смеешь, экстремистская гадина? Ты воскрешаешь лозунги демонов революции, кровавых палачей большевизма, ты пытаешься расколоть наше монолитное общество развитого сырьевого олигархизма. Константин Эрнст выступил перед показом сериала про Троцкого, сделав в своем выступлении акцент на то, что революция – это такое чудовище, пожирающее своих отцов и детей. Сама вот эта философия, такое нагнетание, демонизация, вообще даже не октябрьская революция, а революция как явление, оно показательно нас незаметно, может быть, для общества, втискает в такое темное, дикое восприятие истории, в котором революция есть некое демоническое совершение, нарушение порядка. Но вот если просто даже открыть любое самое примитивное определение слова «революция», ну хотя бы вот в известной Википедии, то ведь там указывается, что революция – это радикальное, коренное, глубокое качество изменения, скачок в развитии общества, природы и познания. Ну вот понятно, что само даже появление человека, есть такой скачок в развитии природы, своеобразная революция, и вообще культура человека состоит из таких скачков революции. Как можно отрицать такие революционные прорывы? Как можно видеть в этом только некую катастрофу, которая еще к тому же пожирает своих отцов и детей, и вроде бы как бы не творит ничего положительного? За всем этим вот скрывается какое-то темное желание остановить историю и даже повернуть ее вспять. Не случайно с десоветизаторскими акциями и выступлениями зазвучали предложения отвергнуть, и лозунг вполне такой буржуазной революции, как свобода, равенство и братство. Они так хотят нас далеко отбросить, назад, в мир, в котором не будет ни свободы, ни равенства, ни братства. Так что свержением советских памятников и сносом Мавзолея они явно не ограничатся, у них очень грандиозные далеко идущие планы. Они готовят нам такое, видно, светлое будущее, по сравнению с которым крепостное право покажется верхом гуманизма. Помните, как пел Высоцкий «Наши мертвые, как часовые, наши мертвые нас не оставят в беде». Ленин сейчас – это наш часовой, который несет свою великую службу в Мавзолее. Он как напоминание о том, что бегство из капиталистической неволи, из этой вот этой вонючей, постылой тюрьмы для человеческого духа, он возможен, что общество, справедливость – это не утопия, не сказочка, которую придумали какие-то отвлеченные интеллектуалы, а реальность, которую можно воплотить в жизни, которая была реально воплощена в нашей истории. Вот почему столько ненависти вызывает Мавзолей. Вот почему его так пакостно, гнусно и трусливо прикрывает этой власовской фанеркой во время парада. С великим праздником вас, дорогие товарищи! Есть у революции начало, нет у революции конца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова